Дороги в Барнауле продолжают становиться безопаснее и комфортнее, когда серьезные изменения коснутся и сферы транспорта. Известного по соцсетям одинокого дедушку, которого буквально откопали из мусора в собственной квартире, сейчас лечат в стационаре. Что делать, если с вами по соседству живет такой человек? Молодость, харизма и уверенность. Барнаулец представит Алтайский край на конкурсе «Мистер Россия в Ростове», чем парень планирует удивлять жюри. Почти тысяча многоквартирных домов и 134 социальных объекта Барнаула на три дня останутся без воды. Мера вынужденная. Энергетики планируют готовить ТЭЦ-3 к отопительному сезону. С 21 по 24 августа ТЭЦ-3 остановит свою работу. Всего подачу ресурса ограничат более чем для 337 тысяч горожан. Под отключение попадут некоторые улицы индустриального и железнодорожного районов, а также поселки Южный и Новосиликатный. Теплосетевая компания приносит свои извинения. По словам энергетиков, к сожалению, без отключения горячей воды к зиме не подготовятся. И к другим новостям. В этом году в Барнауле отремонтируют 12 участков уличнодорожной сети и построят дорогу на улице 65 лет Победы. В следующем году преображений будет не меньше. Асфальт и тротуары появятся на улице Сергея Семенова. Где еще станет проще ездить, сколько на это потратят и коснутся ли улучшения сферы общественного транспорта, узнавали мои коллеги. Дороги Барнаула станут комфортнее. В этом сезоне в Краевой столице отремонтируют 12 участков улиц и построят дорогу на 65 лет Победы. А в следующем году в индустриальном районе выдохнут жильцы улицы Сергея Семенова. На ней появится асфальт. Такие планы озвучили в мэрии. Будущему подрядчику предстоит разобрать бетонное разрушенное покрытие, устроить сеть ливневой канализации, защитить существующие инженерные сети и заново собрать дорожное покрытие, построить уличное освещение, установить светофорный объект, где необходимо это выполнить и благоустроить в части тротуаров там, где их на сегодняшний день еще нет. Стоимость дороги 250 миллионов рублей. Это стало возможно благодаря участию правительства края в инфраструктурно-бюджетном кредите, подчеркнул Антон Шеломенцев. Сейчас завершается проектирование объекта и уже проработан вопрос выделения денежных средств. Это позволит провести конкурсные процедуры в этом году, чтобы за зиму подрядчик смог подготовиться к масштабному процессу. Обновят и дорогу на северо-западной улице и, конечно, поддержат ремонт и строительство поселковых дорог в рамках проекта поддержки местных инициатив. По словам специалистов, в 2024 году опорная сеть Барнаула должна выйти на показатель нормы 85%. Еще один аспект вопроса – общественный транспорт. Барнаульцы отмечают, что в некоторых моментах ситуация стала лучше. При этом люди отмечают, что нередко автобусов и маршрутов не хватает. Бывает, редко очень ходят, особенно 35-й автобус. Ну и, соответственно, они очень рано начинают ездить, по моему мнению. Ну, в 9 уже бывает невозможно уехать. Раньше 77-й вообще до 6 часов ходила и было невозможно домой попасть. В следующем году ситуация должна стать легче. В Барнаул приедет 41 новый автобус большой вместимости. Планируется сейчас, что это будут маршруты номер 1 и номер 10. Сегодня на этих маршрутах работа практически не ведется, буквально 1-2 единицы, то на плюс 40 единиц в городе появится. Их провозная способность более 100 человек. То есть именно, я не говорю уже про комфорт, который получат пассажиры, регулярность потом, как это муниципальное предприятие. Плюс в Барнауле появится муниципальное транспортное предприятие. Это обеспечит более строгий контроль за организацией пассажироперевозок и большее финансирование, чтобы привлечь потенциальных сотрудников. По словам Антона Шеломенцева, зарплата будет точно не меньше, чем в среднем по отрасли, то есть не ниже 50 тысяч рублей. Но с социальными гарантиями, страховыми выплатами и режимом труда и отдыха. Анастасия Драган, Владислав Ковалев. День с толком. В города и районы Алтайского края отправилась новая дорожная техника. Автогрейды, погрузчики и самосвалы станут хорошим подспорьем для ремонта. Сегодня в регионе каждый год обновляют по 800 километров дорог. Подробнее о так называемой дорожной революции смотрите в нашем сюжете. Они ждут своего часа. Погрузчики, автогрейдеры, 23 машины вот-вот отправятся в города и районы края. Те, кто будет непосредственно работать на новой дорожной технике, уже оценили комфорт и надежность. Я думаю, если кондиционер есть, вентиляторы, вот тут нарисовано, что стоят. Я думаю, нормально будет. Обзор хороший. До сих пор на чем приходилось работать? До сих пор у нас не было такого. У нас грейдер и в помощь вот еще погрузчик. Будет очень хорошо. Большие сугробы, удобно на нем. Дороги и также и межпоселковые дороги, и сами поселки расчищать. В Алтайском крае самая высокая в стране протяженность дорог общего пользования. В среднем каждый год в регионе ремонтируют по 800 километров дорог. Всего за пять лет в их строительство вложено 75 миллиардов рублей. Масштабные дорожные работы уже назвали дорожной революцией. Чтобы держать темп, край по возможности обновляет парк техники. Для города Барнула три единицы. И сколько бы то их ни было, на самом деле это такой мини-праздник. В коммунальной инфраструктуре обновление парка подвижного состава имеет большое значение. Губернатор края Виктор Томенко лично проверил технику, забравшись в кабину фронтального погрузчика. Погрузчик будет работать на дорогах Тольменского района. Более 600 единиц техники за последние четыре года приобретено на общую сумму около 5 миллиардов рублей. Хороший темп, поэтому я хочу пожелать вам, чтобы техника служила на благо людям. Мы не прекращаем эту работу, она будет продолжаться. Потребности еще высоки. Мы будем их удовлетворять, изыскивать разные возможности. По словам Виктора Томенко, вложения в дорожную технику окупаются многократно. Ведь ровные дороги – это не только комфорт жителей, но и логистика для бизнеса. Так регион становится более привлекательным местом для инвестиций. Ирина Корчагина, День с толком. Продолжим. В Новоалтайской горбольнице имени Литвиненко появился новый цифровой фюрографический аппарат и компьютерный томограф. Последний, кстати, появился в больнице впервые. С его помощью пациентов смогут обследовать без выезда в больницы Барнаула. Сейчас для аппаратов уже подготовили помещение и скоро начнут обследовать пациентов. Подробнее далее. Новый, большой и мощный. Компьютерный томограф в Новоалтайской больнице появился впервые. Ранее пациентов возили на обследование в Барнаул. Кстати, в новинку аппарат этой марки и для Алтайского края. Томограф белорусского производства. В нашей стране таких единицы. Обучать новоалтайских медиков приезжали специалисты с Москвы и Белоруссии. И обновку наши врачи уже оценили. Картинка позволяет детальнее изучить все анатомические области человека. Что особенно необходимо для многопрофильного стационара. Мы можем более детально визуализировать, допустим, тромбоэмболию легочной артерии. Мы можем увидеть онкологию новообразования черепа, головного мозга. Можем более детально и более мелкого образования увидеть легкие в брюшной полости. То есть то, что нам на рентгене ранее было недоступно. На сегодняшний день компьютерных томографов в Алтайском крае гораздо больше, чем 10 лет назад. Только в этом году более 28 единиц поставлены. Пациенты сегодня со всего Алтайского края в первую очередь ехали в направлении города Барнаула. Крупные клиники, где у нас компьютерные томографы, диагностические и так далее. На сегодняшний день, в этом году, реализована эта у нас программа. Я уверен, что мы здесь будем делать большие спектры не только стационарным пациентам со временем. Также в больницу привезли новый цифровой аппарат для флюорографии. Мощнее старого. Ежегодно в Новоалтайской больнице проводят более 43 тысяч флюорографических исследований. Новое оборудование позволит сделать этот процесс бесперебойным. А снимки сразу отправлять в базу данных для удобства пациентов и врачей. Также у нас имеется доступность к цифровой системе Алтайского края. Любой врач, лиминолог и специалист-терапевт-хирург может просмотреть снимки. Более высокое разрешение, более четкие снимки, более лучшее качество. Оборудование запустят уже в сентябре. Закупили его по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Это более 60 миллионов рублей. В этом году в медучреждениях края также появится еще 40 единиц тяжелого медоборудования. На это уже направили полмиллиарда рублей из краевого и федерального бюджетов. Мария Мацев, Владислав Ковалев. День с толком. Проходит лечение в стационаре. Речь об одиноком дедушке, о котором по воле случая стало известно из соцсетей. Его буквально откопали под завалами собственной квартиры в Барнауле и доставили в больницу. Пока его лечат, клининговая компания разбирает груды мусора в доме пожилого человека. Сотрудники уже собрали десятки килограммов хлама и до сих пор продолжают наводить чистоту в комнатах, которые десятилетиями тонули в мусоре. Что делать, если у вас по соседству оказался такой человек? Расскажем далее. Он затопил квартиру и вот стали туда к нему стучаться, искать его и все. А он там лежал под завалами. И все на него свалилось, и он там в ванной оказался живой. Пять дней под завалами, без воды и еды. 81-летний дедушка остался жив по воле случая. Пожилой мужчина затопил квартиру ниже. Соседи забили тревогу. Постучались к газотворнику, никто не открыл. Полиция, спасатели сняли дверь с петель, а там вещи, отходы, стекла, доски. А под всем этим пожилой человек. В ванной увидели, говорит, труп-то в ванной лежит. Все, к нему подползли, скорая помощь тут ждет. И к нему подползли, а он живой. Голова одна торчит, весь завал на него свалился там в ванной. Он, похоже, там и спал. Почему он оказался под завалами? Вот это вот все, что натаскал он туда, на него в ванной все свалилось. А там полностью забита и комната, и кухня. Все забито до самого потолка, до самых окон. Исходавшего обезвоженного мужчину экстренно госпитализировали, но долго лечить не стали. Спустя некоторое время пенсионера посадили в такси и отправили обратно в квартиру. В пятницу его увезли, а через неделю, значит, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, в среду, мы вот это вызвали в скорую помощь снова, потому что он лежит, он ничего не ест. Я бегаю, его кормлю, через каждый час спрашиваю, как ты себя чувствуешь. А у него ноги еще больше опухли. После общественного резонанса к судьбе одинокого пожилого человека подключилась соцзащита. Отправили в больницу Шинников, сейчас он находится там. Дедушка разговаривает, мы с ним поговорили. Предложили ему в дальнейшем, во-первых, я считаю, что ему нужно прилечиться, потому что у него достаточно серьезные диагнозы. Ну и далее ему нужна будет, конечно, помощь и поддержка. Мы ему предложили интернат. Он сказал, что ему нужно подумать, но в целом он не возражает. Сейчас квартиру разбирает клининговая компания, наводит порядок, вывозит килограммы мусора. Соседи рассказали, что дедушка жил затворником, близких родственников у него не было. Я его видел по утрам на рыбалку, когда собирался он несколько лет подряд. Специалисты соцзащиты призывают своевременно сообщать про соседей, которые нуждаются в помощи. Если вы видите человека, который находится в трудной жизненной ситуации, звоните в соцзащиту. Контакты вы видите сейчас на экране. Татьяна Голубева, Валентина Аскерова, Анастасия Бертенева. День с толком. Напряженная неделя подходит к концу. Самое время развлечься и получить удовольствие. Где и как это можно сделать в Барнауле? И увеличилось ли в последнее время число таких мест? С этим вопросом мы вышли на городские улицы. Количество мест для развлечения в Барнауле увеличилось? Ну, увеличилось для прогулок очень много мест. Вот эти прогулочные дорожки, парки. То есть вот это очень хорошо. И особенно для детей. Мне нравится, что для детей сделали планетарий. Сказка, театр, кукол. Вообще шикарный просто. То есть там такие спектакли, они контактируют с детьми. Прямо напрямую со сцены выходят игрушки и контактируют с детьми. Ну да, наверное, увеличилось. Из мест, которые с ребенком можно сходить. Это, наверное, парк Изумрудный. У нас сейчас очень преобразился. В зоопарк мы часто ходим. В наши барнаульские, как ни странно, да. Мне кажется, стало больше парков, если это к развлечениям можно отнести. А вообще основные развлечения, наверное, все-таки в торговых центрах. На квесты я не ходил, хотя хотел сходить. А зоопарк, ну, в принципе, зоопарк нормальный. Конечно, не идет в сравнении с Новосибирскими, например. Мне боулинг нравится. Ну, в кино сходить, допустим, посмотреть. А таких развлечений больше как-то особо. Ну, мне не по душе, скажем так. Особо мы не заметили, что что-то сильно добавилось. Да, вот остро не хватает мест для проведения с семьей на свежем воздухе. Какие еще можно места в барнауле сделать для развлечения? Не только с детьми? Не только с детьми? Ну, блин, я не знаю, может, мое поколение – это клубы, но сейчас это не модно, потому что у нас такой музыки нету, то есть какой-то электронной. Приходишь в какие-то нынешние клубы, там играет то же самое, что по радио. Увеличилось, не увеличилось, потому что с возрастом предпочтения меняются. Если раньше, не знаю, в студенчестве мы ходили по ночным клубам, то сейчас, наверное, это больше какие-то кафе и рестораны. Ну, их, я считаю, достаточно в городе. Одна из известных барнаульских групп «Нет ничего твоего» выпустила новый трек «Прости, любовь», сделанный совместно с известным композитором Ником Черниковым. Треки о любви группа «Нет ничего твоего» начала делать не так давно. До этого основная ставка была на тексты об антиутопии. За семь лет вышло два полноценных альбома и парочка укороченных. Однако наибольшую популярность принесла композиция «Прости, любовь» со знаменитым исполнителем Ником Черниковым, который работает с ними удаленно. Трек создавали почти полгода. Я написал прямо, то есть, ну вот, там, приветствую книг, есть вот такая, ну, точнее, мы тета-тета, есть вот такой трек, вот, ну, и на удивление ответил, послушал, сказал, типа, да, ну, клево, давайте поработаем. А он подсказывал, то есть, ну, давал советы дельные, которые мы использовали. За неделю трек успели прослушать уже три тысячи раз. Кстати, ближайшие концерты группы осенью. А уже к октябрю группа планирует выпустить еще одну композицию. И к другим темам. 18-летний барнаулец представит Алтайский край на конкурсе «Мистер Россия-2023». Всероссийский конкурс творчества, красоты и таланта пройдет в Ростове. Антону Воронину уже не один раз удалось покорить алтайское жюри и одержать победу в номинациях «Мистер Барнаул» и «Мистер Алтай». Чем же юноша будет удивлять ростовчан и как проходит подготовка к конкурсу, расскажем далее. Отточенная походка, уверенный взгляд в камеру, непринужденность движений. В моделинге, как и в спорте, рассказывает Антон, нужны постоянные тренировки. И если внешние данные – работа природы, то ум, харизму, характер и обаяние человек прокачивает сам. Этими качествами он и планирует покорять публику на всероссийском конкурсе. В «Мистере» должно сочетаться все. И пластика, и мужественность, и речь, и духовные качества. Конечно, это не только про красоту, это также про талант. Там будет в программе спортивный выход. Это надо будет показать свою атлетическую форму. Спорт – его конек, рассказывает парень. С детства Антон занимался футболом. Юноше даже довелось играть в московских командах. А сейчас с головой ушел в творчество. Поступил в колледж культуры на режиссуру. О модельном агентстве узнал случайно из соцсетей. Решил пройти кастинг. Так все и закрутилось. Позади победа в барнаульском и краевом конкурсах. Впереди состязание «Мистер Россия» в Ростове. А моделинг стал уже стилем жизни. Это путь моего сердца, в первую очередь. Мне это очень нравится, мне это по душе. Я хочу этим заниматься, я горю всем этим. Поэтому именно я здесь, я работаю. Конечно, есть и те, кто это не понимает. Но все мои знакомые, вся моя семья меня поддерживает. Поддерживает также и наставник модельного агентства Татьяна Жилина. Вместе они раздумывают над стилем и подачей выступления. Нам нужно создать ему на Россию большое красивое портфолио модельное. Съемки действительно клипа профессионального. Это речевая такая визитка, видеовизитка конкурса «Россия» снимали на днях. То есть съемки, клипы, репетиции. А также мы ставим ему, хотим поражать этот раз талантом именно хореография. Он очень пластичный, есть способность у него именно в данном направлении. Мы сейчас делаем современный красивый танец. Татьяна добавляет, наши барнаульские красавцы и красавицы нередко становились победителями разных межрегиональных конкурсов талантов и красоты. Это дает неплохой старт в мир большой моды. Сам же парень скромничает. Говорит, Москву покорить, конечно, интересно, но есть вещи куда важнее обложек модных журналов. Самое главное, я хочу просто наслаждаться этой жизнью. Она и так короткая, а тратить ее на ненужную, нелюбимую работу, ну это, блин, я не хочу так жить. Сейчас ему предстоит кропотливая подготовка и постановка номера. И уже в сентябре выход на сцену всероссийского уровня. Волнение есть, но юноша отметил, что постарается с достоинством представить Алтайский край на конкурсе «Мистер Россия-2023». Мария Мацев, Владислав Ковалев. День с толком. И к новостям спорта. В Барнауле набирает популярность бадминтон. Вид спорта, который считается одним из самых энергозатратных. Правда, на данный момент в городе есть лишь одна секция, где спортсменов готовят к профессиональным соревнованиям. Сюда же теперь приходят и любители. На данный момент занимаются там порядка 20 человек. Так что такое спортивный бадминтон и почему родители все чаще приводят в секцию своих детей, наша съемочная группа узнавала, побывав на одной из тренировок. Ее участниками стали дети большого толка. В бадминтон, кажется, играют или играли все. Как правило, где-то на даче или на пикнике. Обычно играющие стремятся как можно дольше не уронить валан. В настоящем бадминтоне все с точностью да наоборот. Задача каждого игрока в том и заключается, чтобы валан упал на площадку соперника. Это уже совершенно другие физические силы и эмоции. Поэтому интерес к профессиональному бадминтону в городе растет. После ремонта политеховского манежа спортсменам отвели место почти в самом центре. Здесь есть участок с подходящей разметкой. Отметим, что бадминтон – недооцененный вид спорта. Хотя с 1992 года он входит в программу летних олимпиад. Развивается здоровье, координация, мышление вообще всестороннее, ловкость и моторика. Мне кажется, здесь развиваются вообще все группы мышц и мышление. Вообще все. И к тому же еще и улучшается зрение. Тренировки у бадминтонистов проходят несколько раз в неделю. Причем занимаются не только взрослые, но и детей здесь очень много. Сложной была разминка, что странно. А так мне очень понравилось. Я привел бы друзей и сыграл бы с ними в бадминтон. Сложно развить точность, а играть очень интересно. Родители охотно отдают свое чадо в этот вид спорта по нескольким причинам. Во-первых, полезен для здоровья. Во-вторых, отмечают взрослые, бадминтон неприхотлив по гиперовке. Когда спорт с небольшими материальными вложениями, это очень хорошо, когда не нужно покупать большую амуницию. Вот здесь ракетки выдают, валанчики профессиональные выдают. Это очень здорово, это очень большое подспорье. Алтайские бадминтонисты довольно часто выезжают на различные соревнования. Правда, пока и гордиться успехами особо не приходится. Однако тренерский состав секции надеется, что все еще впереди. Ведь спорт родом из Индии только начал набирать популярность. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, в этом году будут продолжаться всю неделю. Об этом сообщают в администрации краевой столицы. 29 и 30 августа барнаульцев наградят за выдающиеся достижения в профессии, учебе, за вклад в развитие города. 31 числа откроют доску почета, слава и гордость Барнаула. А 1 сентября в ДК города вручат именные стипендии студентам, школьникам и воспитанникам творческих коллективов. Там же на следующий день присвоят звание почетного гражданина Барнаула. Основные мероприятия, конечно, пройдут 2 сентября. Главной площадкой станет площадь Сахарова. Перед барнаульцами выступят коллективы и группы Барнаула и Новосибирска. Будут и столичные гости. Хедлайнерами станут группа 7Б и Ольга Кармухина. На нулевом километре по традиции пройдет фестиваль национальных культур. Немало развлечений ждут горожан на Мало-Тобольской. Выступления на малой сцене, тематические зоны, мастер-классы отремесленников, выставка современного искусства, гастрономический фестиваль. Свою продукцию представит больше 50 предприятий Барнаула. Завершится все фейерверком в 22 часа на площади Сахарова. А на этом у меня все новости уходящего дня. Завтра смотрите итоговый выпуск недели с Татьяной Голубевой. Напомню, телефон нашей редакции 205-545. А через несколько секунд узнаем о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире и всем хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok